я чувствую я чувствую как меня осенило что-то сверху я чувствую я чувствую что я чувствую что-то в кухне Сок, цок, копытки цокают по асфальту. Абсолютно такая пасторальная атмосфера. Давно я хотел снять ролик про Сестрорецк, можно сказать, ставший мне уже родным. Не было оказий. Тут она случилась. Здесь комплекс «Берег Курортный» возводится у нас. Низкоэтажная застройка, что мне очень нравится, потому что я фанат такой идеи. В довольно неплохом месте, прямо скажем, о котором мы еще поговорим и покажем, где это происходит. В общем-то, благодаря этому я сегодня и буду здесь гулять и рассказывать не только про какие-то краеведческие истории, которые я, кстати, скажу честно, выборочно решил осветить. Потому что если делать подробный обзор Сестрорецка, то нужно касаться еще огромного количества тем, включая Владимира Ленина, включая Советско-финговскую войну. Хотя ее мы частично, может быть, коснемся, когда мы будем говорить про доты. Я решил сфокусироваться на другом, чтобы показать вам это чудесное место вот в том виде, в котором оно меня всегда радует. Что меня больше всего здесь привлекает, это такой микс частной застройки. Я называю это социальным жильем. Чуть было не купил, каюсь, дом, но решил, что нет, не хочу влезать в такие дикие долги. И потом дом – это отдельная история. И самое главное, у меня не будет вида. Виды на залив, ради чего я, собственно, сюда и переехал из города Петербурга, с севера его. И, значит, даже хрущевок. То есть здесь есть дома как панельки, так и, в общем-то, современные, так и вот такие. И вот этот микс, он создает совершенно уникальную атмосферу. В чем Сестраевск отличается, например, от пресловутой Рублевки. Плюс, чего нет, скажем, во всяких блатных местах той же самой столицы. Здесь есть разлив, здесь есть залив, и здесь есть, с другой стороны, Тарховский лексопарк. Таким образом, Сестраевск оказывается в окружении вот такого, ну, такой оазис, да, оазис в оазисе, можно так сказать. И я этим активно пользуюсь. Также, конечно же, здесь есть и исторический бэкграунд, который нас будет сегодня, я надеюсь, радовать, и вас в том числе. Ну, а чтобы задать тон, темп и все такое прочее, покажу вам здесь прямо парочку старых открыток, как эта местность выглядела еще до революции. Потому что, конечно же, все началось именно тогда, и как оно происходило, вы тоже узнаете. Одна из сохранившихся дач предстанет перед вами вот здесь. Честно говоря, я ездил мимо нее миллион раз и на велосипеде, и на машине, и пешком ходил, когда передвигался в сторону пляжа, и когда тут еще пробежками занимался. Сейчас-то я, если бегу, то доезжаю на велике до пляжа, там его привязываю и бегу уже по пляжу и ныряю в курорт. Вот этот вот дом, вот я вам сейчас подставлю фотографию, как он выглядел раньше. Обратите внимание, что здесь сохранились еще резные наличники и коньки под верхним окном. Собственно, можно догадаться, что примерно такая же ситуация могла быть и у других окон. Не обязательно здесь, да, но все это пыльем поросло. И одна из интересных деталей про дачную жизнь, не только Сестрорецкую, но и вообще дачную жизнь Петербурга, она заключается в том, что были моменты, которые очень похожи на дачную жизнь сейчас, и были моменты, которые принципиально различались. Например, вот здесь, если мы поедем дальше, то там проходила раньше старая русско-финская граница, которая, кстати, очень круто позволяла всевозможным революционерам и даже террористам перемещаться в безопасное место. Они вот как бы садились на финляндский вокзал, бам-бах, белоостров, и они уже практически в безопасности, потому что финляндская вот эта вот губерния со столицы Гельсинфорст, которая сейчас называется Хельсинки, она проповедовала, ну, такие принципы, знаете, с дона выдачи нет. То есть они понимали, что эти революционеры борются за отделением в будущем Финляндии, поэтому им покровительствовали. Но суть не в этом. Здесь еще ходила такая бивалютная, была бивалютная система, то есть одна марка стоила примерно 37 копеек. И когда вы нанимали финского, например, извозчика со станции, бывали курьезы, когда он отказывался везти вас за 50 копеек, но соглашался за одну марку. Да, представляете, у людей какие были стереотипы в башке в то время. Точно так же, когда вы сюда переселялись, здесь, кстати, хочу обратить внимание, еще сохранился вот этот советский быт, да, свои бытовки, уличные туалеты и так далее, потому что, понятное дело, потом эти все дачи были переконвертированы в квартиры, где народ жил, кстати, порой вполне неплохо жил, учитывая воздух и все остальное. Значит, естественно, вас начинали осаждать возможные уличные торговцы. Когда вы только ехали на дачу вместе со своим скарбом, вас уже поджидали, например, булочники, то есть они группировались по 3-4 человека, и вот проезжает там телега, один соскакивает с пригорка и бежит и говорит, а вот я вам готов булки привозить, дайте адресок, все. Следующий едет уже следующий, вот они, у них была такая круговая порука, то есть рука руку греет. Дальше приезжал прямо сюда, приезжал мясник на телеге с утра, у него колеса были обернуты специальной бумагой, чтобы дачники не пачкали своих, вот сейчас вот едет поливайка, конечно, тогда о таком не могли даже и мечтать, точно так же, как не могли мечтать. О, об асфальтном покрытии, его здесь, понятное дело, не было и быть не могло. Значит, у мясника была низкая телега с большими колесами, примерно как у лумовых извозчиков. Да, вот эти, еще раз скажу, колеса у него были обернуты бумагой, чтобы не пачкались дачники, хотя я об этом же сказал, но и не суть повторения, и отключения. И у него, соответственно, был такой ящик специальный, обитый изнутри жестью, и доска. И вот на этой доске он разделал мясо, и прямо вам каждое утро свежее мясо подносилось. Значит, то же самое с молочником. Дальше приходили деятели и продавали выборские крендели, причем они кричали не выборские, а выборские. Выборские крендели, выборские крендели. Соответственно, были у вас еще эти самые свежие булки. Ну, конечно же, ягоды местные крестьяне вам поставляли прямо на дачу, рыбу свежую. Вот такие парнишки, мужички ходили с корзинами прямо на голове и продавали все, что они тут вокруг наломили. А про рыбную лоблю мы еще с вами поговорим, потому что это был, конечно, ну такой, выражаясь современным англоизированным языком, тренд. Да, сестра резкая, особенно в советское время, когда здесь этим не занимался только лениво, особенно в момент, когда корюшка шла на нерест. Еще одной из характерных особенностей дачной жизни для людей той эпохи была забота о своих чадах, о своих детях. Это понятное дело. Но в каком ключе я имею в виду? Их нужно было, конечно, готовить к школе и делать усилия для того, чтобы они все-таки какое-то время проводили, готовясь к урокам. Для этого нанимали, мы сейчас это говорим, репетиторство, тогда этим занимались студенты, собственно, как и сейчас. Но тогда вот все столбы были, помимо объявлений о сдачах, о доставке товаров, услуг и прочее, были оклеены объявлениями о том, что студент, соответственно, готов оказывать услуги, причем по всем предметам. Ну, потому что лето, как раз возможность немножко подзаработать денег, студенчество тогда, я, только до, извините. Студенчество тогда, это была, ну, такая, можно сказать, полупривилегированная каста. Господин студент, это было абсолютно нормальное обращение. У них у всех была оформленная одежда, потому что университетов было крайне мало в Российской империи. И с развитием капитализма выпускники пользовались колоссальным спросом, на них иногда прям очередь выстраивалась. Особенно это касалось гражданских инженеров, юристов, адвокатов и все такое прочее. Ну, и врачей, естественно. У врача могла быть такая практика, что он мог себе спокойно такую дачку иметь, не шибко даже напрягаясь. Приходили эти студенты, и бывало так, что они говорили, что я вот готовлю по всем предметам, а выяснялось на самом деле, что, понятно, всех предметов он не знает. Иногда начинал плавать, там, переводя с латыни или греческого. Самое, конечно, страшное было выгнать студента посреди сезона. Это был позор несмываемый. Но, тем не менее, они здесь точно так же селились. Многие приезжали из города, и вот свидетели той эпохи пишут, что велосипедов у них не было у бедненьких, они ходили пешком. Велосипед, кстати, стоил 100-150 рублей. Это были колоссальные деньги, потому что дачу, ну, такую среднюю дачу в 3-4 комнаты можно было снять за 50-60 рублей. Это, хочу вам сказать, 2 зарплаты в месяц, ну, рабочего средней квалификации. Вот, они приходили, месили иногда грязь вот этих улиц, потому что, как только дождь, тут все, соответственно, плывет. Как я уже сказал, никакого асфальта не было. Но, тем не менее, чады учились, и, в общем, мамашки были довольны, что ребенок, подросток, он провел лето не только в беготне, но и, в общем-то, приготовляясь к следующему учебному году. Пройду по абрикосовой, сверну на виноградную, здесь бы звучало не очень, может быть, в размеры, пройду там по черничной, сверну на лиственную. Сейчас мы как раз будем сворачивать на лиственную улицу, и вот здесь, например, сохранился очередной домик-пряник еще не только с советских, но и до революционных времен. И вот как эта улица выглядит сейчас, в эту сторону открывается чудеснейшая перспективка с ухоженными газончиками и все такое прочее. А я вам сейчас подставлю фотографию с перспективой в ту сторону, как эта улица выглядела до революции. То есть дома немножко отличаются, но, опять-таки, частично они сохранились, просто сейчас не все видны за листвой, тем не менее, они присутствуют. Помимо учебы местная молодежь развлекалась игрой в рюхи. Рюхи – это одно из названий игры в городки. И сейчас, когда мы постоянно думаем о том, что вот нам надо возвращать то или иное забытое русское, советское и прочее прошлое, возможно, эта игра опять приобретет какую-то актуальность. Кстати, на территории Петропавловской крепости есть прям отдельно выделенный участок, где собираются люди, которые кидают эти биты. И надо сказать, что наблюдать за этим весьма увлекательно. Пытались играть в футбол уже тогда. Понятное дело, мяч был немного другого свойства, чем сейчас. Правила тоже немного отличались. Вот, кстати, видите, одна из сохранившихся дебюляционных дач, переделанная под современное, вполне себе комфортабельное жилье. Ну, со стеклопакетами, вставленными в деревянное здание. Ну, лучше так, наверное, чем никак. И особенно ценились, конечно, мастера обводить и делать так называемую свечку. Вот в футболе раньше было такое понятие. Хочу сказать, что когда я вот выбирал себе место для жительства, почему я выбрал Сестраевск, потому что у меня здесь возникло такое ощущение малой Европы, да, в России. Потому что ты, неважно куда, приезжаешь в Словакию, во Францию, или даже ты путешествуешь по США, например, по Массачусетсу в Бостоне. Вот какие-то небольшие ассоциации в этой связи возникают. Особенно радует, в отличие, опять-таки, от дебюляционных историй, поскольку, скажем, продукты привозные из города стоили очень дорого, а вот местные всякие там грибы, ягоды, они, конечно, были подешевле, включая рыбу. Сейчас здесь инфраструктура абсолютно развитая, все под боком. Вот я живу, у меня здесь один магазин, там другой магазин. Тут даже понадобилась мне зубная поликлиника, пожалуйста, перешел дорогу, и вот она есть. Тем временем очередная дебюляционная дачка перед нами возникает. Поэтому, если вы задумываетесь о том, где скоротать часть жизни, начинающуюся после 40, как в моем случае, Систраевск идеальное место. Особенно мне еще радует тот факт, что очень удобно добираться до города, если у вас особенно есть автомобиль, сели, круиз-контроль, сейчас везде стоят камерки, все ездят как зайки, уже там не то чтобы 120, 140, уже сотню никто не летает. Поехали, как пусечки, и едем. Но добираешься достаточно быстро. В этом плане, например, эта сторона меня всегда больше привлекала, чем южная сторона, потому что изначально я хотел поселиться в Петергофе, но вот меня остановило именно этот факт, потому что там количество светофоров гораздо больше. А здесь, например, в Беговой, где я по понедельникам играю в футбол, я добираюсь, ну, реально 20, ну, 25 минут, это прям если вот где-то какая-то там идет подготовка дороги или, не дай бог, авария. Тут у нас, видите, происходит распил, но, правда, дерево, поэтому мы сейчас переместимся на следующую нашу точку. Теперь я буду немного подсматривать свои подсказки в телефоне, для этого я его, собственно, держу в руке. Сейчас здесь вот я вам подставлю еще одну фотографию, снятую, ну, примерно с этой точки, чтобы вы увидели, как это выглядело до революции. Еще одни крайне интересные наблюдения были отмечены бытоописателем Пызиным-Засосовым. Они заключались в том, что когда приезжаешь вот сюда, в эту уже предфинскую или, если дальше говорить про Тириоке, нынешний Зеленогорск, финскую территорию, то открываешь для себя очень странные подробности местной жизни коренного населения. Например, едешь ты по дороге, абсолютно пустой, и на дереве висит кувшин с молоком. Потом он, естественно, опорожняется. И на недоуменные вопросы, значит, к семейству, которое живет в домике по соседству, говорится, что, ну, это здесь вот ферма, там, неподалеку, это специально для почтальона, наливает молоко, он приезжает, его, соответственно, себя переливает и едет дальше. Никто другой, кроме почтальона, молоком не пользуется. Плывете вы на пароходике-кораблике вдоль Финского залива, проходите абсолютно пустынную местность, и моряки выкидывают туда тюки с каким-то там, ну, какие-то посылки, по-нашему говоря, да, и все, оставляют их лежать на пляже и уезжать дальше. Опять-таки на неудоуменные вопросы публики им объясняют, что здесь, в 12 верстах, есть деревенька, завтра с утра, значит, местные жители приедут и заберут эти тюки. Никто другой их не заберет. Конечно же, у россиян даже до революции это все вызывало массу вопросов. Ну и, безусловно, в рассказе о данной местности невозможно обойти вниманием такую персону, как Корней Иван Чуковский, который здесь жил и в Коокколе у Репина, это нынешняя Репина, у него есть прекрасное произведение под названием Чукоккола, да, то есть такая игра слов, это некие такие дневниковые записи с шаржами, рисунками и так далее. Настоятельно рекомендую вам с этой книжкой ознакомиться. Она, если что, есть бесплатно даже в интернете, есть ее подробный скан. И есть также у него дневник, очень подробный, в двух частях, до, по-моему, 29-го года, и с 29-го там по 60-какой-то год. И вот, например, что пишет Корней Иванович Чуковский по поводу характера уже советского, как местность преобразилась. В Сестрорецке, в пустой даче Емельяновой, за рекой. За рекой, это, соответственно, за рекой сестрой. В курорте лечится 500 рабочих, для них оборудованы ванны, прекрасные столовые, питание 6 раз в день. Порядок идеальный, всюду в саду ящики для окурков. Больные в полосатых казенных костюмах. Сердце радуется, наконец-то рабочие могут лечиться. У них более 200 слуг, пишет Чуковский, подразумевая подслугами отслуживающий персонал. Тем не менее, как он отмечает дальше, рабочие недовольны, во-первых, тем, что их все равно плохо кормят. Хотя он пишет о том, что им дается калории в два раза больше. Это такая тема той эпохи, когда очень важно было отметить количество калорий. Поскольку все было рассчитано на то, сколько сил ты тратишь на производстве, и сколько тебе нужно восстановиться, все подчинено идее производства. Дальше они окурки, как он пишет, ни в какие ящики специально не складывают, кидают их на землю. Постоянно норовят удрать в пивную. Ну и вообще вот их очень довольное лицо говорит о многом. Тем не менее, однако, это все вздор в сравнении с тем фактом, что прежде эти люди задыхались бы до смерти в грязи, в чаду, в болезни. А теперь им дано дышать по-человечески. То есть, когда советская власть национализировала какие-то объекты и отдавала их, особенно детям, это все-таки было зачастую во благо. Другой вопрос, что народ иногда вел себя таким образом, что вот сколько тебе не дай, все мало, и все тебя не устраивает. Ну а мы, видите, тем временем вышли вот сюда. Вот конкретно на этой площадке замечательной познакомился с местными, которые живут в этих частных особняках, и они когда приводят своих деток быстренько в воду. Ну и я не удержался, спросил, а вы как-то, ну, не брезгиваете? Они говорят, да, мы тут уже годами купаемся. Но я подумал, раз эти люди как бы не то чтобы не боятся, пользоваться случаем, то буду я. И вот третий год купаюсь, особенно этим летом это было просто спасение. Я укупался, мне кажется, много лет вперед. И я вам хочу сказать, что здесь мелко. Некоторых это расстраивает. Меня это только радует, потому что, во-первых, песчаный песок, обратите внимание, да, замечательно, его чистят периодически. И вот когда ты приезжаешь на Черное море, особенно когда вот мы стояли на так называемых скалках, между Новым Светом и Бухтой Веселой, там есть такая можжевеловая роща, и ночью я, ну, скажу честно, побаивался купаться в Черном море. Особенно с камней, когда прыгаешь. Я человек такой, знаете, творческий, впечатлительный, мне все время что-то кажется. Я боюсь пребывать один в горах, я боюсь вылезать из палатки. Ну, страшно мне в горах. Ну, да, вот такой я вот признаюсь. А здесь реально приходишь, вот я, например, сейчас стал по средам играть в футбол, тут с местными 8 часов начала, мы заканчиваем уже после 10. И вот когда уже темнеет, ну, сейчас я не купаюсь, я не морж. А когда было нормально, приходишь туда, залезаешь спокойненько и плывешь. И ты прекрасно знаешь, что никакая медуза тебя никуда не укусит, что ты не утонешь, потому что, ну, вот ты плывешь-плывешь, бац, встал, все спокойно, хорошо. Луна выходит, очень красиво. Никого нет, и только, знаете, какой-нибудь редкий фонарик промелькнет и, соответственно, даст о себе знать. Вот для меня это то, что называется УТП данного места, уникальное торговое предложение. И фактически вот конкретно этим летом я, можно сказать, ощутил прелесть курортной жизни в самом ее лучшем варианте. Ты, особенно в выходные, когда сюда народ приезжает, валом припарковаться некуда, а ты садишься на велосипед буквально там несколько минут. Ты на пляже, здесь его провязал. Местные. Ты с ними знаком, кидаешь им рюкзачок. Надо сказать, что и до революции, конечно же, эта местность пользовалась именно по этому спросу, но об этом мы поговорим уже непосредственно в курорте. Совершенно потрясающее нововведение этого года, а может быть даже не этого, просто я, может быть, только в этом году это заметил, туалеты бесплатные, довольно-таки себе приемлемого качества, потому что раньше, вы не поверите, вот здесь была будка просто с дырками вот этими классическими. Ну а если вы хотите приучиться или приучить своего ребятенка к лошадкам, как это пытался сделать я, но мы начинали с пони, а потом нам сказали, что надо уже серьезно заниматься, я сказал, нет, лошадиный спорт только через мой труп, потому что я знаю, сколько это стоит, ну и все такое прочее. то вот вам, пожалуйста, здесь прямо в парке Дубки находится конный клуб, куда вы можете приходить и заниматься. Тоже было приятно, потому что некоторые своих дитяток привозят из Петербурга на геликах, а ты приводишь своего чада за ручку пешочком. Тебе даже машина для этого не нужна, потому что рядом. Особенно эпично это смотрится вечером, когда закат и вот лошадки скачут, девочки делают фотосессии на пляже, а вот тут периодически устраивают выездные презентации, ой, не презентации, эти как-то регистрации, короче, свадьбы. Ты можешь попасть реально на какое-нибудь огненное фаер-шоу и хочу вам еще рассказать одну историю, не относящуюся к проевидению, но, возможно, вам она пригодится. Я в свое время очень активно бегал и очень люблю это делать, конечно, вечером, а иногда и ночью. И вот ты бежишь здесь зимой, никого нет абсолютно. В небе луна, значит, там торосы ледяные такие, настилы, полная тишина и вдруг начинается что-то начинается. То есть, для тебя доносится звук, характер которого ты совершенно не понимаешь. Потом ты осознаешь, что это трещит лед. Но поскольку в городе ты такого звука в полной тишине никогда не слышишь и не слышал, то бежишь от этого в полтора раза быстрее. В полтора раза быстрее, потому что дико страшно. Тем более, я помню, что пересмотрел, называется Director's Cut, режиссерская версия фильма «Чужие». И, в общем, здесь, конечно, ходу прибавляешь. Но романтика вам обеспечена, потому что никого абсолютно ты один в такой территории, где, в общем, и башка очищается, и организм. Однажды я был в городе Глазго на презентации бара, который, прикиньте, продавал пиво отечественного производства. Это была его такая фишка. Я не понимал этого замысла. Это как втул со своим самоваром. Но шотландцам виднее. Не мудрено, что этот бар не просуществовал долго. Я мониторил ситуацию. Спустя несколько лет не нашел его на карте. Но там я познакомился с девушкой, которая пригласила нас на свой концерт. Она участвовала в проекте, который назывался «Салон Борис». И мы пришли в такой очень уютный шотландский ночной клуб. И там вот была песня, которую я помню до сих пор. там пелось «It's a big freak show». Не помню, что было дальше, но вот эта строчка мне въелась в голову. И я, пользуясь случаем, вам тут подставлю по ходу пьесы несколько фотографий этого самого «Big freak show». Фотосессии, которую мы делали зимой с прекрасным фотографом Юлией Пасновой. Одна из них была сделана вот конкретно здесь, на этой беседке. Сначала я вам поставлю фото перспективы соответственно с этой беседки и этой улицы. Она тогда называлась «Железнодорожной» в ту сторону. Ну, а сама беседка, как вы видите, она была недавно отреставрирована, приведена в полный порядок. И в народе она называется «Беседка Шаляпина». Почему Шаляпина, абсолютно непонятно. потому что, судя по всему, наш прекрасный певец в Сестровецке возможно никогда и не был. Может быть и был, но точных сведений об этом мы не узнаем. Чуковский писал о том, что, да, кстати, вот пара фоток было сделано как раз-таки именно здесь. Шаляпин был в гостях у Репина. Именно там, кстати, в своих пинатах Репин писал его знаменитый портрет. Я вам его сейчас подставлю. А приезжал он сюда по той простой причине, что он, будучи на югах, вместе с художником Коровиным, барахнулся с лодки в воду, постудил себе почки, заболел, ну и в общем приезжал лечиться. Он был не единственный, кто сюда ездил. Тем не менее, ну, в общем-то, фигня, пусть она будет беседкой Шаляпина, лишь бы радовало глаз человеческий, чем она и занимается. Пребывая теперь в таком чудесном новом виде. А мы с вами потихонечку подходим к месту под названием Сестрорецкий курорт. И оно история его возникновения очень сильно перекликается с историей вообще первой железной дороги в России. Она была проложена от нынешнего Витебского вокзала, тогда от Сашкосельского до этого самого Царского села. Но была проблема, это было в 1837 году, что дорогу-то они сделали, а как, соответственно, трафик-то человеческий увеличит пассажиропоток этот пресловутый, потому что особо народ по этой железной дороге не катался. И тогда они придумали историю с вокзалом. Вокзал это сейчас у нас исключительно опять-таки железнодорожная ассоциация, вообще изначально это вокзал, курс зала, о котором мы там поговорим чуть дальше. Это все такие развлекательные места для концертов. Из английского языка как нам пришло это слово. В Павловске этот вокзал построен, туда приглашались звезды мировые, типа Штраусы, сейчас, я не знаю, какой-нибудь Рамштайн бы там играл, возможно, ну или, я не знаю, Бейонсе, в зависимости от того, какие у вас музыкальные вкусы. Ну и народ повалил. То же самое здесь. Дело в том, что вот там проходит берег Пинского залива, на который мы сейчас опять выйдем, и пляж. И здесь даже дачная вот эта инфраструктура, она развивалась большим треском. Железнодорожную ветку сначала пытались протянуть от Белоострова, то есть вот с той стороны. То есть Петербург там, Выборг там. Тянули, тянули, не дотянули. И тогда человек по имени Петр Авинариус, он поездил по Европкам, по всевозможным, выяснил, что такое курорты, расположенные на море. Вот, кстати, вот отсюда, если мы посмотрим, тоже есть прекрасная фотография, показывающая, во-первых, вот эту дачу, которая сейчас находится на реконструкции, и вдалеке виднеется та самая беседка. Ну и написано, что это железнодорожная улица, собственно. Он решил здесь устроить этот самый курорт. Не столько даже как бизнес-проект самого курорта, сколько как бизнес-проект самой железнодорожной ветки, поскольку он был одним из акционеров ее. Ветка была проложена одноколейка, она до сих пор одноколейная, от старой деревни, там тогда это назывался Приморский вокзал, вот она шла прямо вдоль берега. И, кстати, станций железнодорожных было больше, чем сейчас. Одну из них исчезнувшую мы вам в скорости покажем. народ повалил, да, как тут дело обстояло, я расскажу позже, но, забегая вперед, хочу сказать, что это не спасло. Эту железнодорожную ветку, к сожалению, все равно она прогорела, и пока она не была взята под покровительство города, не передана в управление городом, она, собственно, так и не заладилась. А вот на месте этой стоянки раньше была гостиница. Вот я вам сейчас подставлю фотографию, совершенно чудесную, где написано, как она называется. По-французски это звучит как «булер». «Булер» это дерзкий. Дерзкий такой. Вот. Стояла она прямо на этом месте, и она была предназначена, естественно, для тех, кто приезжал в сестеринский курорт, а сама вот это вот, ну, вот этот переход железнодорожный, он тоже раньше выглядел иначе, потому что вот эта конкретная арка, она построена в 1898 году, о чем, собственно, вы можете догадаться, прочитав год прямо сверху. А раньше, вот как это все было, как это все выглядело, я вам сейчас покажу, подставив, как я сказала, одна из моих экскурсанток, фотокарточку. Я теперь это слово активно использую. интересная подробность связана с тем, что в то время на вот этой русской финской границе, российской финской границе, помимо всевозможной нелегальной литературы и прочего, пасли еще и провоз водки. То есть наши возили водку в Финляндию, я вот этот момент не изучал, где там что дешевле стоило, но видать она в России стоила дешевле, чем в Финляндии, и вот в этот момент, конечно, таможня оживлялась. Здесь, кстати, у нас еще одно вам фрик-шоу будет подставлено, ну а улицы, которые вот сейчас скрыты этой зеленью, где мы с вами гуляли, ныне называемые Андреева, когда-то железнодорожный Андреев, это не писатель Андреев, как хотелось бы сначала думать, потому что он тоже жил когда-то в тех краях, и воспоминаниях Чуковского об этом тоже сказано, это фамилия одного из директоров непосредственно санатория Сестровский курорт уже советской эпохи. Вот эта площадка, где играет баскетбол, в теннис, раньше на самом деле представляла собой курзал, то есть если бы мы посмотрели в ту сторону, мы бы увидели летнюю террасу, и потом мы с вами выйдем на пляж, я вам покажу, как этот курзал выглядел соответственно со стороны моря. Это была одна из затеи Венариуса, опять-таки вот как раз по принципу того самого Павловского вокзала, когда был вокзал, здесь курзал, приглашать сюда оркестр, чтобы он играл, короче, выражаясь современным языком, устраивали дискотеки, выездные загородные дискотеки для отдыхающих, которые сюда приезжали лечиться и отдыхать, ну и прежде всего, конечно же, для них, да, ну и для тех, кто приезжает непосредственно на выходные. по воспоминаниям бытописателей Пызина и Засосова, в основном здесь не столько лечились, сколько занимались флиртом, ну а почему нет? Выехали за город, летом на море, на наш маленький такой биориц, почему бы этим не заняться? Соответственно, оркестр управлял человек по фамилии Сук, но он был в то время дирижером достаточно популярен и затея пользовалась колоссальным спросом. Более того, в сам парк в какой-то момент фото стал платным, потому что все должно было обеспечивать приход денег. Вот здесь еще мы сделали прекрасные фоточки уже несколько в другом образе, чтобы вас радовать или некоторых огорчать различными визуалами. Ну и помимо значит самого курзала там был конечно же ресторан и была еще библиотека. Вот современному человеку не понять абсолютно в чем вообще попросту говоря понт библиотеки в извините в ресторане или рядом с рестораном. Ну вот сейчас вы сделаете библиотеку рядом с рестораном, посмотрите тут идет продвинутая система добычи яблок. Оп яблочко свалилось и сейчас попадет по адресу. Напоминаю что в дореволюционную эпоху да и в общем-то и отчасти в постреволюционную эпоху у вас был очень ограниченный круг развлечений. ну вы жили без интернета телевидения радио и вообще всего остального соответственно если вам нужно вот развлечь себя самостоятельно то книга лучший вариант ну или газеты а книги стоили адски дорого поэтому библиотеки пользовались колоссальным спросом абонемент естественно был гораздо выгоднее чем книжку покупать именно поэтому здесь даже в этом самом курзале позаботились о том чтобы был свой уголок куда люди могли прийти и эту самую книжку взять мы опять туда пойдем приближаемся к берегу и здесь я очередной раз хочу обратиться к воспоминаниям Чуковску ну например 8 июля среда вечер дивные дни жара вчера и сегодня купался на море на пляже в курорте очень хорошо ну в общем можно только позавидовать Корнеев Ивановичу который здесь бывал и надо сказать что он конечно отличался в общем-то по нашим меркам богатырским здоровьем для меня было удивительно выяснить что он очень плохо спал постоянно жаловался на свою бессонницу при этом обратите внимание сколько он всего за свою жизнь написал но самое интересное что он один раз оставил в своем дневнике запись о том что плохо спал дошел до дома в Петербурге и скокол и пешком господи это учитывая то где он тогда жил это 43 километра пешком один раз он писал что в одну из бессонных ночей он дошел пешком из Ольгино причем нес еще в руке ведро с рыбой ну то есть понимаете вот как меняется контекст времени когда вы собственно сейчас вот вызываете Яндекс.Такси и вот оно опаздывает вот не едет 5 минут 7 минут боже вы начинаете нервничать а раньше человек пешочком болит он очень босиком любил ходить поэтому вот берите пример вот это вот эспланады это то что осталось непосредственно от курзала я вам подставлю сейчас несколько фотографий как он выглядел как выглядела публика которая сюда приезжала потому что конечно же увидеть на пляже как вот мы сейчас привыкли человека там в таких плавках с таким животиком из бутылочки пивка это было конечно ну совершенно невозможно дамы должны были быть обязательно одеты в платье в пол шляпка в руке парасоль парасолька это пар пар соль то есть это солнцезащитный зонт потому что солей по-французски это солнце пар это предлог французский специально связующий это все потому что опять-таки для аристократки ну и вообще для тех кто к таковым себе причислял или мнил себя таковыми для дворянок загар это извините загар это у крестьянок у тех кто работает в поле а мы люди такие нам загар не нужен ну и если бы мы с вами посмотрели бы на фотографии той эпохи мы бы ну во-первых туда вот и спосоди там до сих пор еще видна коса эта коса была насыпана специально для того чтобы к ней приставали такие пароходики которые отправлялись из города также кстати ходили пароходы из кронштадта но они доходили до мыса лисьего носа и там они уже пересаживались на паровичок что такое паровичок я скажу дальше который ходил непосредственно до основной железнодорожной ветки и потом соответственно выбирали себе место жительства здесь в Сестрорецке так вот мы увидим еще помимо этого кабинки странные кабинки на колесах а потом если мы посмотрим на море то мы увидим как эти кабинки завозятся непосредственно в воду для чего они нужны дело в том что раньше они у нас не могли купаться вот в купальниках к которым мы привыкли вот даже если посмотреть на фотографии царской семьи которые были сделаны в какой-нибудь там левадии да то мы увидим там императрицу ну в таких костюмах что они напоминают современные спортивные костюмы тем более они были еще шерстяные в общем дама должна была во все эти свои в платьях и прочих прийти залезть в эту кабинку там переодеться ее в этой кабинке выкатывают в море это делают в основном либо лошади либо конкретно как это было здесь иногда просто крепкие парни потому что здесь мелко дальше она там уже переодетая прыгает в воду если она не умела плавать к ней привязываю специальную веревку чтобы она не утонула побарахталась залезает обратно в кабинку значит дергает специальный хвостик вот этот как у ослика и ее сюда вытаскивают она опять-таки переодевшись уже в платье выходит на пляж то есть просто вот так вот в пляж здесь никто не пребывал и по поводу пляжной жизни есть еще очень интересное наблюдение Чуковского которое рассказывает об Осипе Мандельштаме то есть он пишет что его изображали обычно тщедушным и хилым впалая грудь изможденные щеки таким и был он в последние годы мне вспоминается другой Мандельштам сильный красивый и стройный согласитесь как-то не вяжется с действительно образом этого поэта его молодая привычка выпячивать грудь ну-ка возьмем привычку для себя ну умеет бесплатно делать помню в предосеннюю пору мы вышли с ним и другими друзьями на пустынный Кокольский пляж речь идет конкретно в данном случае проездки в пляж а про пляж в Нейппе Репино но это поверьте мне не очень далеко отсюда особенно если вы на автомобиле день был мрачный и ветреный купальщиков не было и внук Осип и Милевич молча сбросил от себя легкую одежду не успели мы удивиться как он оказался в воде и быстро поплыл по направлению Кронштадта то есть вот туда вот он отправился плыл он с саженками его сильные руки с саженками ну а слово саженки его сильные руки казавшиеся телами на тустом фоне Свинцового моря ритмически взлетали над водой против ветра не помню кто был тогда с нами кажется Борис Григорьев Николай Кульбин Юрий Аненков но из них я знаю только Юрий Аненков мы подошли к Мудельштаму едва он только воротился я хотел принести полотенце теплую куртку дом был нелелеко в двух шагах но Мудельштам не сказав ни слова стал бегать по холодному пляжу так быстро что нельзя было не залюбоваться его здоровьем и молодостью бегал он долго до устали ну вот совершенно потрясающее свидетельство и очередной раз оно показывает как все-таки меняется восприятие человека когда мы смотрим на него теми или иными глазами еще одним из главных пунктов развлечения самое главное лечение местного досуга был пансионат санаторий как угодно его называйте где во-первых была своя собственная лечебная грязь она до сих пор есть во-вторых была своя собственная минеральная вода из скважины которую здесь пробурили и с этой же водой был бассейн минеральный бассейн ну точнее не минеральный бассейн бассейн с минеральной водой это как знаете я там сказанул про то что смотреть разными глазами да такой урок франкенштейна естественно я имел ввиду глазами разных людей но бывает периодически оговариваю есть ничего страшного главное чтобы мысль уловили этот бассейн с минеральной водой функционирует здесь до сих пор я туда как на работу вообще хожу уже много лет и он естественно пользовался спросом и тогда я вам сейчас подставлю фотографию как он выглядел мы тем временем вы еще не знаете если вы здесь никогда не были но мы к нему потихонечку приближаемся к этому основному корпусу и по этому поводу у Чуковского есть чудесная заметка про то как они с Леонидом Собиновым Собинов это был известный певец который блистал и до революции и даже после революции умер к сожалению в Риге там заболев уже в 30-х годах значит они стали обсуждать с ним сложность некрасовских стихов по части дактиля то есть некрасов писал дактиль что такое дактиль это То есть тучки небесные, какие там странники, вольные странники, дикие странники, о, Господи, позабыл, ну, Лермонтовская известная строчка. Ну, вот у Некрасова, например, дактиль мог быть таким. Неужели за годы страдания тот, кто столько тобой был чтим, не пошлет тебе радость свидания с погибающим сыном твоим? Или мог быть таким дактилем. Нет, глубже нет, слаще покоя, какой посылает нам лес, недвижно, бестрепетно, стоя под холодом зимних небес. Ну, в общем, понятно, как вальс. В общем, да? И Собинова сказал, да нет, что что-то сложного, и сочинил экспромт, прямо здесь же, для Чуковского. Экспромт, описывающий обстановку как раз лечения уже в санатории советском. В уголочке огороженном, лампой кварцевой полим, охлаждая жар мороженым, стройный словно хервим. Сам Корней с улыбкой скромную, вне ладонью огромную, машет мило в такт приветствия, предлагает то же средствие. Тут же сестры милосердия в электрической клети, имеется в виду электрофорез, в исцелении предсердия держат птички заперти. И меня, раба блаженного знать, и впрямь я много пенного и французского и ренского выпил в славу пола женского. Вот этот корпус, где, собственно, Собинова не мучили, а вот этой вот электрической цепью его лечили. И Чуковский постоянно здесь снимал различные дачи. И вот одна из этих дач находилась неподалеку от станции, ныне упраздненной. И, собственно, туда мы с вами сейчас и переместимся. Читаем у Чуковского в Кокколе, в Чокколе, точнее, в его этих дневниках. Значит, в 1918 году мы проводили лето под Сестрорецком в поселке Ермоловское. К этому мы сейчас еще вернемся. Тут он еще, кстати, пишет, что нашими соседями был замечательный художник Козьма Сергеевич Петров-Водкин, его жена француженка. Ну, про Козьму Петров-Водкин я вам отдельно расскажу, когда у меня будет экскурсия. Вот я буду везти на Каменноостровском проспекте, где была его мастерская. У него действительно была жена француженка, и там прям... Ой, роман, девочки будут плакать. Реально. К своему рисунку в Чуковске он прибавил самодельные стихи и ноты. Стихи читаются так. Так, черны, босы, в солнце тлея, все же разница проста. Водкин, Попояс, Корнею. Попояс это Попояс имеется в виду, так просто в размер. И Корней предми верста. Видите, какой такой прекрасный, интеллигентный, творческий подкат. Значит, вот туда идет Ермоловский проспект. Да, дальше тут вот тупиковый такой Ермоловский переулок. Здесь, конкретно на этом самом месте, раньше была станция железнодорожная. Вот одна из тех, которая теперь отсутствует. И если мы посмотрим на нее с разных точек, ну, например, в ту сторону, то мы увидим с вами эту самую станцию и паровичок. Паровичок это была такая, как бы сказать, конструкция. В общем, это был паровозик. Маленький паровозик, обшитый специально такими железными листами. Он вообще представлял себя практически такую железную коробку в клепках. У него торчала труба и несколько вагончиков. Такие паровички ходили, например, от Знаменской площади, нынешней площади Восстания туда, по нынешнему проспекту Обуховскому к мосту Володарского. В общем, вот эта вот Невская застава, то, что называлось. Такие же паровички ходили в Лесное. Это нынешняя станция метро Лесная. Ну и вот они ходили же сюда. Собственно, народ доезжал. Здесь они сходили. Следующая станция была как раз-таки в Систаревский курорт. То есть, если мы туда поедем, мы ее, собственно, и встретим. Как вы видите, до сих пор одноколейная железнодорожная полоса. Только на некоторых станциях, как, например, в Систаревске, поезда расходятся электрички. В курорте в том не расходятся. Там одноколея продолжает пребывать. Ну а здесь у нас есть уже не такая веселая страница истории. Такие противотанковые надолбы сохранились. Раз, два. Вот бабушка моя, ей было 15 лет. Правда, не здесь, а на Международном проспекте. Нынешний проспект Московский. Рыло, ямы под такие надолбы. Потому что... Вот там они, кстати, еще, видите, видны в шиповнике. Здесь же буквально в двух шагах старая российско-финская граница. Во время Советско-финской войны граница отодвинулась за Выборг. А потом финны подошли и встали фактически вот здесь вплотную. У линии так называемой Каур, Карельский укрепрайон. Это была часть... Ну ее вообще назвали линией Сталина, но вообще линия Сталина это название западное. Такое название она получила в иностранной прессе. У нас ее так не миновали тогда в средствах массовой информации. Она состояла, помимо всего прочего, из очень хорошо сделанных огневых точек, дотов. И они разбросаны здесь по всей округе. Вот один из самых моих любимых находится прямо в лесу. Но есть парочка и на берегу Финского залива. До одного мы с вами не доберемся. Туда, кстати, очень круто приезжать на велосипеде. Там такая достаточно уединенная часть залива. Раскиданы такие ракушки от меди, камышовый тростник и все такое прочее. А вот один из них сохранился на косе в парке Дубки. И вот его-то мы с вами в скорости и увидим. Ну, безусловно, одной из главных исторических достопримечательностей, но как исторических, об этом мы сейчас поговорим, является вот эта бочка. Когда люди, несъедущие, приезжают, они думают, что это есть та самая модель так называемого потаенного судна, который сделал, здесь вот отмечено на этом мемориальном камне, испытание потаенного судна Ефима Никонова. Он был Прокопьевич по отцу, да, в присутствии Петра I 1721 года. Значит, ну, честно говоря, это вилами в воде описано. Было ли оно здесь испытание, но мы об этом сейчас тоже поговорим. Значит, действительно, вот этот самородок, он подал такой проект о том, что вот некое судно подходит к вражескому кораблю и взрывает его. Сначала этот проект отвергли, но когда этому парню сказали, а ты припиши потаенное, вот тут Петр I сразу заинтересовался. Были выделены деньги на его строительство. Помимо всего, значит, его просмаливали специальным салом, чтобы не протекали швы. Там был целый набор материалов, которые были необходимы. Самое интересное, что 50 свечей. То есть испытание этого потаенного судна изначально, оно было, кстати, на реке Мойке, происходило при свечах в достаточно романтической атмосфере. Кстати, ну, я не знаю, схватит ли камера, если туда заглянуть. Нет, я думаю, что она, наверное, не... А, слушайте, они убрали. Тут раньше еще были такие эти, сидели морячки, подводники. Сейчас их там нету. Как видите, грибная сила. Более того, этот Никонов догадался, что надо бы нам сделать специальных кож, такие, значит, костюмы, сверху деревянный непромокаемый ящик, и чтобы еще они вот под водой ходили, шведские корабли, короче, такой прототип водолаза. Но, в общем, построили они эту бочку, и вроде как вот здесь, в Сесарайском разливе, происходило испытание, но было оно, мягко говоря, не очень удачное. Пойдем тихонечку туда, потому что на три метра они опустились, там пробили дно, и этих несчастных моряков еле успели спасти. Тем не менее, если бы этот факт был действительно запротоколирован, тут видите, она же изображена, то, возможно, мы 300-летие нашего подводного флота праздновали бы совершенно не в ту дату, в которой это принято. Вот этот храм, это новодельный храм. На самом деле, собор Петра и Павла, здесь вот прекрасно показано, он стоял на том самом месте, где раньше находилось, что я говорю? Короче, он стоял на том месте, где сейчас находится школа, вот прямо здесь, а перед ним у нас сейчас памятник Ленину располагается. Вообще, вот эта вся местность, если бы вы оказались вот здесь, вы бы ее, конечно, просто не узнали бы, как она преобразилась. Обратите внимание, как вот Сестрорецкая раньше выглядела. Если мы спустимся вот здесь, к берегу этого самого разлива, который, это вообще-то искусственный водоем, вот это в голове совершенно не укладывается, что все это когда-то было вырато, без каких бы то ни было экскаваторов, рученьками, рученьками. Но, в принципе, если вы приедете в Крамштад и посмотрите на Сухой Дог, то там у вас тоже немножко будет отвал башки. Разлив этот был сделан для того, чтобы снабжать водой Сестрорецкий оружейный завод. Он у нас располагается вот на том берегу. Кстати, там вот примерно в той области раньше была и Ордань. Я вот сейчас подставлю вам фотографию, как это выглядело, где у нас происходили крещения, поэтому она так и была названа. Ну, для чего вода, чтобы перепад высот и приводить в движение, соответственно, механизмы этого завода. Вот если посмотреть сюда, то мы увидим здесь странные остатки чего-то. Какие-то острова, видите, камни и прочее. Это старая плотина, построенная еще по проекту Дестрема, такого французского происхождения инженера. Она нужна была для того, чтобы, когда идет переполнение воды в этом разливе, чтобы ее сливать в Финский залив. То есть вот там Финский залив, и по этому каналу она туда идет. Собственно, на берегу этого самого канала, значит, комплекс апартаментов, и у нас будет стоять только ближе непосредственно к заливу. А здесь вот он начинается. И плотину это прорвало в какой-то момент, потому что, ну, не выдержала она напора. Построили новую плотину по проекту уже другого инженера Гауссмана. Мы сейчас к ней, собственно, пойдем. И пока мы будем идти, я хочу вам прочитать самые интересные факты из истории этого самого Сестралевского ржаного завода, который был основан еще Петром I. По названию понятно, для чего он служил. Например, в 1748 году заводки и парк Дубки, где мы с вами еще окажемся, посетила Елизавета Петровна, тогда императрица. Она собирала плоды с фруктовых деревьев, посаженные Петром, это про Дубки идет речь. При посещении завода, покушав ухи, приготовленные из ершей и курюшки, из сестра резких рыболовных мест, дошла ее вкусной, и приказав доставлять во дворец к себе обеденному столу. То есть рыбу отсюда доставляли непосредственно самой императрице в то время. С этой целью по распоряжению заводского начальства был устроен при устье реки Сестры садок, куда приезжали придворные повара для варенья ухи и рыбных блюд, доставляемых к столу императрице. Вуаля, понимаете? То есть самая от кутюра куизин, кухня богов. В 1750 год по велине Елизаветы Петровны на заводе была изготовлена серебряная рака для мощей Александра Невского. Это та самая рака, которая сейчас у нас находится в Эрмитаже, а раньше она у нас располагалась в Александра Невской лавре непосредственно. Дальше идем. Завод передан из государственной военной коллегии в подчинение генерал-фельдцейхмейстеру. Генерал-фельдцейхмейстер – это начальник артиллерии. Это, например, должность, которую потом занимал Михаил Павлович. Это младший сын Павла I, муж великой княгини Елены Павловны. Специально для него был построен Михайловский дворец, ныне русский музей. Призаде Петровне на заводе организован монетный двор, где из негодных орудийных стволов некачественно начеканено 2 миллиона рублей. То есть здесь переплавляли на медные деньги вот эти самые стволы. И с этим вот связана интересная история, что Мусин Пушкин доказывал, что медь была низкого качества, два образца были изготовлены бракованными, с трещинами. Лишь в 1761 году в Сестероевск было завезено и переплавлено монету 601 орудие весом 22 тысячи 34 пуда. Значит, здесь, конечно, вспоминается строчка из романа Пикуля «Слово и дело», который произносит Миних «Жена, дай бочку денег, Миниху много не надо». Это он говорит, отправляясь на войну. Действительно, вы могли получать зарплаты бочками денег. Например, с этим связана знаменитая история Ломоносова, когда он написал в 1748 году «Оду на день восшествия на престол императрицы Лизеты Петровны». То есть когда она заняла, наконец, долгожданный трон, там были прекрасные строки «Европа утомлена в брани, из пламени подняв главу к тебе свои простерла длали сквозь дым курение и мглу». Теперь понимаете, почему так ценится Пушкин? Потому что начал писать вообще на нормальном русском языке. И, соответственно, ему за это, не помню, 2000 рублей, что ли, она ему выделила, но не такими деньгами. А чтобы понимали, значит, пятак весил 20 граммов, копейка 16 граммов. То есть около 800 килограмм это все у него могло занимать, если это пятаками. А если копейками, это вообще больше трех тонн. И понятно, что ему нужно было для этого несколько вазов, которые он и получил от Лизеты Петровны. То есть вы получаете зарплату. В пушкинские времена, в день зарплаты, извозчики просто были нарасхват. Чиновники их постоянно брали, чтобы привезти домой эти самые деньги. В 1872 году отлит памятник, между прочим, Петра Первого для Петрозаводска. Это именно на этом заводе сделано. Я вам подставлю, как он выглядит. Сейчас он в Петрозаводске и находится. В 1883 году по 1890 здесь работал, между прочим, архитектором завода Александр фон Гоген. Это человек, который, между прочим, построил у нас для Матильды Феликсовны Кшистинский особняк, значит, дом офицеров, участвовал в создании непосредственно мечети и так далее. Ну и, наконец, 16 апреля 1991 года была здесь, считается, дата рождения русской трехлинейки, винтовки, о которой мы с вами поговорим отдельно. А это та самая у нас плотина Гауссмана, наш такой местный водопад, наша местная Ниагара. Безусловно, один из самых известных брендов, одна из самых известных марк оружейных в мире – это Калашников. Автомат Калашникова. Но изобретение конкретно вот этого человека, оно не менее выдающееся, учитывая то, что если вы сейчас даже просто забьете в гугл калибр 7,62х54, 7,62 – это, соответственно, толщина 54, это для Нагиль за миллиметр, то вы выясните, что этот калибр актуален до сих пор. Например, вот пулемет «Печенек» использует эти патроны. Вообще, это изначально был патрон для вот этой винтовки, которую непосредственно Сергей Иванович Мосин изобрел. Он участвовал в конкурсе, был объявлен в конце 19 века. Тогда на вооружении у нас была винтовка Бердана. Я как-то рассказывал, как она нам досталась. Это был фактически такой, знаете, бонус за продажу Аляски со стороны Соединенных Штатов Америки. И нужно было, конечно, переходить на более современный вид оружия. Например, бодался он в этом конкурсе с небезызвестным Наганом, который тоже предложил свой вариант. Но вот винтовка Мосина оказалась гораздо более дешевой в изготовлении и более практичной. Изначально она должна была называться «русской винтовкой», но Александр III вычеркнул слово «русской», и она просто получила название «трехлинейки». Трехлинейка – это имеется до три линии. Раньше все считалось от дюймов. Соответственно, одна линия – это часть этого самого дюйма. А три линии – это размер. Поэтому я в детстве думал, трехлинейка, она, не знаю, где-то здесь три линии, я их искал. Нет, все очень просто. Это, опять-таки, калибр. И она, конечно же, модернизировалась. Вот патрон у нее, например, изначально был такой, с более тупой головкой, как у пистолетов. Господи, пистолетные патроны. А потом он стал более острый. И этот острый патрон, он обладал лучшей настельностью. То есть вы, когда стреляете, пуля может лететь вот так вот, а может лететь вот более приближенной к земле. Вот это и есть настельность. Вот у второго патрона, который, вот 7,62-54, у него настельность более лучшая. Не случайно здесь эти винтовки на монументе сделаны, вот, ну, изображены со штыками. Потому что их изначально даже пристреливали со штыком, а конец этого штыка, он вообще был не тупой. Он не тупой, это, я надеюсь, я не тупой. Потому что на самом деле тупой. Он был не только острым, там была такая маленькая площадочка. То есть его, когда снимаешь, он использовался еще так же для разбора и сбора этой винтовки, как отверткой его можно было использовать. Но потом, конечно, ее начали пристреливать другим образом. Тем более была еще модификация в виде карабина. Это чуть-чуть уменьшенный вариант этой винтовки. Особенно казаки ее очень любили использовать для их родовойск. Ну и в советское время, соответственно, она была еще более модернизирована. К ней вернулось название русское. Это произошло в тот момент, когда в начале 30-х годов Несив Саверенович Сталин сказал, что все, патриотизм это опять хорошо. Значит, все, что при царизме было, не все плохо, а вот все эти там наши Суворова, Кутузова и Мосин в том числе, это тоже хорошо. Хоть они и были царские слуги. Не тогда, когда еще у нас пошла вот эта история, что была такая формулировка «Русский народ первый среди равных», да? А потом она получила формулировку «Старший брат в семье», понимая, как хочешь. Но вот, собственно, то, против чего боролись всякие там Демьян и Бедный, Бедный вас от и годах, вот великорусский шовинизм, вот это все, интернациональная идея, это была превалирующая идея на тот момент. Вот опять можно было ее называть русской винтовкой, и она, конечно, прослужила прекрасно еще и в годы Второй мировой войны. За что огромное спасибо в том числе и вот этому замечательному человеку, памятник которому у нас в Сестрореске стоит и радует глаз. Одним, конечно же, из главных развлечений местной публики было, есть и будет, я уверен, это рыбная ловля. То есть, вот это, собственно, и есть водосливной канал. Мы показывали вам плотины в самом начале, а вот здесь она уже, эта вода вытекает в Финский залив. Именно здесь, на берегу, и будет сделан, построен комплекс берег курортный, вот в таком романтическом месте. А я вам хочу показать, как вот, например, вот этот берег, если мы посмотрим туда, выглядел еще до революции, до 17-го года. Ну и, в общем, рыбные ловли здесь развлекались обильно. И раньше вообще, вот, советские такие махровые года, когда начинала идти корюшка, у всех моментально, что на работе, что у школьников, у них начинались болезни. Город охватывала самая настоящая чума. Люди исчезали с производства из-за школьных парт. Они все находились вот здесь. Иногда, когда вы едете, особенно это, конечно, эпично ночью, то есть вы едете, и вдруг вы видите в темноте, ну, здесь достаточно мелко, на самом деле, в темноте, значит, стоят такие непонятные фигуры в воде по пояс. И это, ну, производит совершенно эпичное впечатление. То есть народ просто покупает себе вот эти вот сапоги до ушей. Я когда жил на даче, я помню, зимой я такие сапоги специально имел, чтобы мне до нее пробираться, чтобы у меня снег в ботинки не попадал. Используют все эти приспособления, которые получили название либо паук, либо телевизор, стоят с моста, это все кидают. И, в общем, до сих пор ловля курешки является национальным видом спорта. Вот этот запах у нее, такой очень характерный огуречный запах. Ты когда вот по мосту идешь или проезжаешь на велосипеде, он тебе сразу же бросается в нос, да, то есть ты его сразу улавливаешь. И поэтому, конечно же, если вы хотите, например, опять-таки, прямо свежей, несвежайшей корюшки, вот здесь сейчас, то Сестровеска одно из самых лучших мест, чтобы ее отведать. Мыс парка Дубки, это фактически искусственное такое наслоение, которое произошло, когда строили вот тот форт, тот Лебен. Вообще, форты строили по очень интересной технологии, поскольку здесь мелкое, то делали так называемые кряжи, короче, в общем, сруб ставили на лед, его наполняли камнями, подпиливали этот лед, и эта вся конструкция, падала на дно, и, соответственно, вот на этом основе потом все и строили. И все форты, они вот по такой схеме и построены. Вот эта вся история называется кряж. Ну и вот все, что вы здесь наблюдаете, это все последствия постройки вот этого островка, прекрасного во всех отношениях. Совершенно убийственные, конечно, с точки зрения романтики фотографии, можно увидеть, вот, например, смотрите сюда, дореволюционные, как это все выглядело, какие прекрасные, милейшие люди, какой здесь был пляж, опять-таки, как они одеты благополучно. Ну и здесь когда-то маячила эскадра англо-французская. Об этом мы поговорим позже, когда мы коснемся вала шведского. А вот если перенестись уже в 20-й век, то вот то, о чем я вам говорил. Все доты мы вам не покажем, но вы можете их, в общем-то, самостоятельно найти. Они все сейчас отмечены на Яндекс.Картах. А вот один из них здесь есть. Причем, если те доты, которые находятся непосредственно в лесу, они в таком первобытном состоянии, к сожалению, все, конечно, разукрашены, разобраны и так далее, то вот этот, видите, отреставрирован. Вот такие махины здесь стояли. И надо сказать, что финны так и не смогли прорваться. Ну как, они говорили, что они не захотели идти, но по факту, на самом деле, их попросту не пустили, потому что очень хорошо все это прикрывало. Они были автономными. Чтобы вы понимали, туда еще вот сток уже спускается. Здесь немножко поднялась земля. Вот отсюда был вход в него непосредственно. И строились они, конечно, на совесть. То есть, качество вот этого бетона, оно было таково, что когда, например, сам цемент размешивали, обязательно смотрели, чтобы там не было ни малейшего пузырька. За этим четко следили. И благодаря этому эти конструкции были рассчитаны на очень серьезный отпор. чему, собственно, они и послужили, поскольку, конечно, у людей, ну вот ты там, бывало так, что я и здесь экскурсии проводил, я не люблю здесь экскурсии водить, но бывало и это. Особенно в лесу. Вот ты когда приходишь и говоришь, вот смотрите, ребята, вот ДОТ, вот там это уже финны. Вот здесь, это еще мы. Конкретно в данном случае Советский Союз. И вот это, это тот водораздел, это та линия, которая, собственно, и означала ту самую блокаду. И вот здесь, конечно, у людей, надо сказать, начинает меняться настроение, они проникаются этой идеей, и это всегда приятно наблюдать, как у них вот это вот в голове все притворяется, конкретно в этом месте. Потому что когда ты это воспринимаешь отдельно от контекста даже вот ландшафтно-природного, это все немножко не то. А вот когда я вот прямо вот тут, особенно наблюдая вокруг остатки траншей, как это все могло происходить, то это, конечно, совершенно иной эффект имеет. Парк Дубки был основан Петром Первым. В отличие от Петербурга, здесь Дубки изначально реально росли. Но он, конечно, сюда понавез нереальное количество деревьев. И здесь находится вот такой вот пригорочек, с которого детки зимой катаются на санках. Ну, совсем маленькие детки, конечно. Хотя есть и большие, видел таких. Вообще, это защитный вал. Но только этот защитный вал от шведов не при Петре Первом был взведен, а уже в 40-х годах, потому что у нас потом были такие рецидивы со шведами. Понятное дело, что шведская империя, она не могла смириться с тем, что какие-то новоявленные там непонятно кто, тогда еще даже они нас русскими-то не называли, да, то ли татары, то ли еще кто-то претендует на их землю. А Петр Первый им сразу же объяснил, что мы тут русские, мы пришли сюда и встали плотно на эту землю. Поэтому они несколько раз пытались, 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 пытались. Это длилось вплоть даже до начала 19 века, но вот потом они унялись. И специально, чтобы вы понимали, вот там север, соответственно, этот защитный вал был вот оттуда, защитным. А чего вот я не знал, на самом деле, узнал не так давно, оказывается, Сестрорецк все-таки подвергался атаке уже во время Крымской войны. Крымская война – это наше название, в западной историографии она носит название Восточной войны. Это тот самый случай, когда действительно эскадра вошла в Финский залив. Финский залив, он очень мелкий, там есть один-единственный фарватер, благодаря чему, кстати, город на Неве так никто и не смог взять. Тем более, что этот фарватер был заткнут этими самыми фортами. То есть они стояли, и вот если корабль идет, все, прямой наводкой бьешь. Ну и, собственно, вообще, Кронштадт изначально – это крепость Кроншлот, тот самый форт. Они вошли, и эту эскадру Николай I наблюдал с противоположного берега из своего дворца коттедж, он назывался, ну, такой особнячок. Они все когда-то играли в романтику, да. Николай I имел себя рыцарем, у него, значит, белая роза – это его супруга императрица. Он ей построил вот этот коттедж в готическом стиле, там была готическая ферма. Рядом Николай Бела возвел конюшни в готическом стиле, там же Карл Шинкель возвел готическую капеллу. Ну, в общем, все вот такое готико-готико. Вот он смотрел в подводную подзорную трубу, видел эту эскадру, и Анна Федоровна Тючева писала, что они ездили в Орненбаум к Елене Павловне, которая тогда владела Орненбаумом, и у нее, у этой Елены Павловны, на балконе была целая батарея подзорных труб, из которых она пыталась разглядеть эту самую вражескую эскадру. Ну, что, ну, постреляли, постреляли и уплыли. Ничего они в итоге так взять и не смогли. А сейчас Дубки – это один из таких самых больших вообще парков, вот, в принципе, вокруг города Санкт-Петербурга. Здесь есть и лодочная станция, здесь есть детские площадки, здесь есть футбольные стадионы, не один, вот я там в коробке сейчас тоже гоняю фуды. Здесь есть даже, в общем-то, пляж рядом, различные монументы, памятники, восстановленная часовня и все такое прочее. И прям такие через водослевной канал от непосредственно комплекса, про который мы говорим. То есть все для того, чтобы жить, выгуливать ребятню, ну и вообще дышать свежим воздухом. Тем более, Дубки, как вы можете заметить, по-прежнему растут и, надеюсь, будут расти еще долго. Одним из самых, конечно, потрясающих сестеричан, ну, он не коренной, он сюда переехал, собственно. Я думаю, здесь, если покопать все такие, я уж тем более из понаехавших, является, конечно же, все. Иван Бобров, здесь у него не памятник, где он в виде футболиста, но на самом деле он точно так же мог бы летать тут и с клюшкой в руках. Потому что это человек, вообще занесенный в книгу рекордов Гиннесса, он был удачен как в футболе, так и в хоккее. Причем, ну, практически, эта удача сопоставима. И такого не было никогда нигде и ни с кем. И, ну вот, здесь прямо, знаете, вот так вот выделяются его мышцы, коленки. На самом деле, почему он перешел в хоккей? Потому что его очень сильно подковывали. Ну, вот, вы знаете, что на аргоспортивном так называется. То есть, кричали с трибун «бей бобра», когда он там выезжал со своим клубом играть с другими клубами. Ну, и, в общем, действительно, его очень жестко били по ногам. И он одно время просто на обезболивающих бегал. Вот, когда они играли с Динамо Тбилиси, там был такой случай. Защитник Динамовский его просто очень жестко бил. И в какой-то момент Бобров ему ответил. Так вот, судья, на самом деле, подбежал к этому игроку Динамо Тбилиси. И сказал, да, ну так тебе и надо. И, в общем, Боброву ничего не дал. Я ему до никакой ни карточки не показал. Потому что тот просто заплакал от боли. Вот настолько ему было плохо. И именно поэтому он перешел в хоккей. У него была потрясающая мышечная память. На него даже зарились фехтовальщики. Он, например, мог взять теннисную ракетку и тут же начать играть. Прям как завзятый, там, не знаю, Капельников. И так далее. И с ним случилась совершенно удивительная полумистическая история. Его в свое время переманил к себе сын Сталина Василий. Я о нем очень подробно рассказываю. Когда мы гуляем в Москве по Гугольскому бульвару. Потому что там есть особняк, где он провел свои последние дни. Была команда ВВС. Ее в шутку называли «Возьму всех спортсменов». Потому что, естественно, поскольку ты самого, то у тебя есть неограниченные полномочия. И ты переманиваешь себе всех самых сильных спортсменов. И он точно так же Боброва к себе, так сказать, затащил. И они должны были лететь в Челябинск с командой как раз-таки хоккейной. И Бобров, он где-то там что-то отмечал. И договорился, что форму и все свое обмундирование за него возьмут из квартиры. А сам он поедет оттуда, где он заночевал. После, я так понимаю, небольших возлияния. Ну и, в общем, проспал. Проспал благополучно. Самолет улетел без него. Он срочно прыгает в поезд. Мчится, мчится, мчится. И тут его вызывают и рассказывают, что самолет разбился. Погибла вся команда. Представляете, как бывает? Ну и, конечно же, одним из самых тоже потрясающих эпизодов его биографии является поездка наших футболистов в Англию. Там они играли, например, с клубом Челси. Ныне не безызвестно. Да и тогда, в общем, они безызвестны. С клубом Кардив. Сейчас он, к сожалению, менее известен. В основном прибывает в премьер-шип. Не в премьер-лиге. Это команда из Уэллса. Играли они с Глазго Рейнджерс. И не помню, какая была четвертая команда. Но об этом даже фильм снят. Я просто ее не смотрел. Так вот они, представляете, они ехали. Ну реально, вот по партзаданию им было дано четкое указание не проигрывать. И они с этим справились. И Бобров здесь тоже сыграл одну из ключевых ролей. Потому что поназбивал там решающих голов. В общем, совершенно потрясающий человек. А потом он сделал еще не меньшую карьеру тренерскую. Вот эта красная машина, так называемая, наша сборная по хоккею. Он приложил к этому свою руку. В общем, весьма выдающийся человек. И прекрасно, что здесь стоит такой замечательный памятник. Очень экспрессивный и показывающий, мне кажется, всю суть его жизни. Конечно же, рассказывая о Сестрорецке, совершенно невозможно обойти вниманием Михаила Зощенко. Вот здесь на монументе зонтик изображен. И газетные листы. Газета «Правда». Это не случайно, потому что это была основная площадка для того, чтобы рассказывать людям правду. А иногда и неправду. Как шутили в Советском Союзе. В правде нет правды, в известиях нет известий. Ну и сам вот он сидит здесь. Обратите внимание, что человек такой благородной дворянской наружности. Причем одет в плащ-помоде с такими подплечниками. Он действительно был из дворянской семьи. И отец у него был художник, передвижник. Ну, не самый такой известный, конечно же. Но им хватало. И, ну, например, Михаил Зощенко ушел добровольцем на фронт. Воевал во время Первой мировой войны. Получил два георгиевских креста. Это важно в контексте дальнейшего рассказа. Потому что их давали только за, действительно, смелость и отвагу. И там он получил ранение в виде отравления газами во время газовой атаки. И у него всю жизнь потом был порог сердца. Но затем он... Сначала он написал какое-то произведение такое, а-ля издарянской жизни. Это никому не понравилось. А потом он схватил как бы нерв времени, потому что поменялось полностью вообще все. И начал писать вот эти рассказы про быт советских граждан. И это был просто вот тотальный успех. Чтобы вы понимали, значит, мошенники, которые приходили в ресторан и уходили, заплатив, они говорили, что они, типа, Зощенко, значит, ловеласы от его имени соблазняли женщин. Ему прислали элементы всевозможные барышни, говоря, что дети от него. Ему писали письма, что, типа, дорогой имими, значит, Михаил Михайлович, вот мы ваши поклонницы, точнее, вашего таланта. В общем, он был турбозвезда. Это сейчас как бы просто, если брать именно медийный уровень, это что-то среднее между каким-то одним из самых популярных у нас стендаперов, не знаю, рок-певцов и турбо-там спортсменов. Вот это все было в Зощенке. И он, в Зощенке, и он на самом деле, ну что, он этим пользовался, ему нравилось как красиво жить, он ездил отдыхать на юг, каждый раз привозил новую барышню, хотя был женат. Собственно, и жене он своей волю давал отчасти довольно странные, конечно, отношения, даже по советским меркам, потому что в 20-х годах как бы сначала они, наши, так сказать, верхи гнали за вот раскрепощение вот этих вот церковных куз, а потом в 30-х годах все опять стало возвращаться на круги своя. В общем, все у него было хорошо, он дожил вот до Великой Отечественной войны и не хотел уезжать из Ленинграда, но его вывезли насильно, потому что эвакуировали большинство писателей. А после вот случилось то, что случилось, он попал под каток, то есть вышло вот это вот злополучное постановление о журналах «Звезда Ленинграда», оно касалось Зощенко и Ахматовой. И, в общем-то, как он в Сестрависке-то оказался? Он здесь, конечно, бывал и раньше. Об этом, например, пишет в своих дневниках тот же самый Корней Иванович Щуковский, потому что он там с ним постоянно общается. Но конкретно после войны он сюда переехал, потому что ему тупо не на что было жить. Дома в городе, и он реально, ну, то есть, одна из его работ, например, была нарезать там из войлока стельки. За это платили копейки. Его, кстати, поддерживала единственная вот Райкина, заказывал у него филетоны, правда он их не читал, потому что они ему концептуально не подходили, но платил, потому что остальное окружение от него практически отвернулось. Плюс у него была тяжелейшая депрессия в принципе, да, он это скрывал посредством вот этих своих любовных похождений и всего остального. Ну и, в общем, конечно, его накрыло, и вот он приехал сюда по факту умирать, что он здесь и сделал. Но, тем не менее, как бы время прошло, имя Зоченко было реанимировано, уже в Советском Союзе начали снимать даже фильмы по его замечательным рассказам. Ну а теперь вот у нас тут есть библиотека имени Зоченко, памятник ему стоит, проходят мероприятия ему посвященные. И, в общем-то, наравне с Мосиным, Бобровым, Зоченко является одним из таких культурно-исторических достопримечательностей этого замечательного места. В конце хочется сказать, что комплекс апартаментов «Берег Курортный» от Element Development строится на берегу канала, как вы могли уже в этом убедиться. Буквально в 300 метрах от Финского залива. Здесь будет вся инфраструктура, даже спа с бассейном, детский клуб, ресторан и супермаркет. Благоустройство территории будет выполнено студией «Дерево Парк». Это именно они и реализовали проект озеленения Новой Голландии. Будет создан променад вдоль канала, зоны отдыха с шезлонгами, детские площадки, велопарковки. Естественно, запланирован и подземный паркинг. Также предусматриваются просторные балконы с панорамным настеклением и будут апартаменты с террасами. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке в описании под этим видео. Ну, вот такой вот он, Сестрорецк. Это, вы можете себе представить, станция в самом центре города. Ну, тот город-то, в общем-то, его пешком можно пройти довольно быстро, на велосипеде еще быстрее. А на машине там вдруг, и ты доехал до его конца. Естественно, я хочу сказать, что экскурсии мои проходят. Они будут варьироваться в зависимости от времени года, то есть когда-то чаще, когда-то реже, когда-то будет вообще пауза. Но со всем расписанием вы можете ознакомиться у меня на сайте, все вот там. Ну, и, конечно же, напоминаю вам про свои книжки, которые продаются весьма неплохо как онлайн, так и оффлайн. Если вы покупаете у меня их на экскурсии, я их подписываю. Острый социальный роман «Корень мой» замечательный. Уже второй тираж пошел, книга о пиаре во время русско-японской войны. Уже третий тираж расходится. Ну, и путеводитель «Невский с перцем» тоже третий тираж уже напечатан и продается. На этом все. С вами был гид Павел Перец. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok